Всем привет! Сегодня в ролике я расскажу о вырезанном и удаленном контенте из ПВЗ 2. У ролика будет несколько частей. Конкретно в этом ролике я расскажу о всех удаленных и вырезанных растениях, а уже в следующих частях я расскажу о вырезанных и удаленных зомби, мирах, механиках и так далее. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И давайте добьем уже 20000 подписчиков. Ну а я буду начинать ролик. А перед началом хочу порекомендовать вам игру Блюм. Это игра кликер в телеграме, созданная бывшими топ менеджерами крипто биржи бинанс. Играя в Блюм, вы будете получать Блюмпойнты, которые в будущем выйдут на биржу, где вы сможете продать их за настоящие деньги. Но как в нее играть? Все очень просто. Нажимаете старт фарминг и возвращаетесь через 8 часов и забираете награду. Также заходя каждый день в игру, вам будут давать тикеты, за которые вы можете играть в 30 секундную мини игру, которая будет давать еще больше Блюмпойнтов. Суть мини игры ловить цветочки и заморозки, избегая бомбочек. В скором времени, помимо Блюмпойнтов, в этой 30 секундной мини игре вы сможете получать и другие криптовалюты, которые сотрудничают с проектом. Ссылка на игру будет в описании ролика. Переходи и не пропускай халяву. Свекла Изначально в ПВЗ 2 должна была присутствовать свекла из ПВЗ Адвенчерс, но потом ее заменили на Бонгчоя. Если бы все-таки свекла была бы добавлена в ПВЗ 2, то это было бы первое растение из ПВЗ Адвенчерс, которое появилось в ПВЗ 2. Тем не менее, в ПВЗ Хирус использовался очень похожий дизайн на свеклу, как дань ее появлению в ПВЗ Адвенчерс. Тактический огурец. Это было бы растение-усилитель, который взрывал бы всех зомби на лужайке. По словам Марка Барретта, одного из художников игры, она была удалена, потому что если бы разработчики создали механику, которая могла бы стирать с лица земли весь экран, им пришлось бы редактировать игру таким образом, чтобы заставить игрока использовать ее, что делает игру неинтересной надолго. Но несмотря на это, тактический огурец позже будет добавлен в качестве усиления для китайской версии ПВЗ 2. Амплифлавер. Это растение, которое усиливало бы другие растения вокруг него. По словам Марка Барретта, концепция оказалась слишком сложной, и поэтому от нее отказались. Единственная отсылка на него находится в ранней версии данных карта мира далекого будущего. Пульта Грипп. Он выпускал бы снаряды с постоянной скоростью, но медленно увеличиваясь и со временем выпуская больше снарядов. Каждая спора наносит 40 урона и 200 урона при подкормке. Его стоимость составляла 75 солунц, и он имел быструю перезарядку. Он работает во многом так же, как светущее сердце. Возможно, как раз на нее и заменили это растение. Ротогрипп. Его можно было вручную установить в том направлении, в котором игрок хочет стрелять. Он способен стрелять в 8 фиксированных направлениях. Каждая спора наносит 20 урона. Его стоимость составляла 175 солунц, и он имел быструю перезарядку. Дротиковый грипп. Его можно было посадить только на первые 5 столбиков на газоне. Его дротики наносили 33 урона. Его стоимость составляла 100 солунц, и он имел быструю перезарядку. Зум грипп. Он действовал аналогично Мангольд Стражу. Он также исчезал через 10 секунд, как пуф-грипп. Его стоимость составляла 50 солунц. Он имел очень медленную перезарядку. Вакуумный грипп. У него была такая же прочность, как у стена ореха, и он действовал как сладкий картофель. Подкормка давала ему такой же щит, как у стена ореха. Эффект вакуума имеет диапазон 3 на 3 клетки. Его стоимость составляла 25 солунц, а перезарядка была медленной. Злой грипп скорости. Это неиспользованное растение, которое было просто тестом на оранжевое зловещее зелье. При съедании он увеличивал скорость съевшего его зомби. Вы также можете нажать на него 3 раза, чтобы уничтожить. Его стоимость составляла 50 солунц, а перезарядка была медленной. Злой грипп. Это еще одно неиспользованное растение, которое было просто заменителем фиолетового злого зелья. Он увеличивал выносливо съевшего его зомби. Вы также могли нажать на него 3 раза, чтобы уничтожить. Его стоимость составляла 50 солунц, а перезарядка была медленной. Ледяная смородина. Ничего особенного не известно ни о ней, ни о том, почему она так и не была выпущена. Она была добавлена в обновлении 2.2.4 китайской версии ПВЗ-2, как полуфункциональное растение, являющееся ледяным вариантом электрической смородины. Росток. Изначально он предназначался для использования в саду дзен вместо небольших растений, но в конечном итоге от него отказались. Как ни странно, позже ему был присвоен код, который можно было устанавливать в игре. Это было связано с ней использованной мини-игрой, в которой перед началом игры нужно было посадить несколько ростков. При посадке на нечетный столбец он имеет 50% шанс вырасти в подсолнух и 50% шанс вырасти в горохострел, а также 75% шанс вырасти в стена орех и 25% в высокий стена орех на четных столбцах. Солнечная капсула. Он имеет свойство аналогичную стручку гороха. На каждые 500 солунц, который вы накопите, будет вырастать голова. Его стоимость 300 солнышек. Быстрая перезарядка. Солнечная пушка. Это одноразовое растение, которое могло бы привлечь солнца, а затем выстрелить ими в зомби, нанося 150 урона. Его стоимость составляла 50 солнц, а перезарядка происходит медленно. Мини-горохострел. Он стреляет горохом в зомби, так же как обычный горохострел, хотя они наносят только 5 урона. При подкормке мини-горохострела он создает свои дубликаты в направлении вперед или в ту же колонну, если ему недостаточно места. Его стоимость 25 солнышек, а перезарядка быстрая. Кокосовый котелок. Это растение было ранней версией боулинг-луковицы. Его снаряды наносили постоянный урон и были расположены под большим углом. Его стоимость составляла 10 солнц, а перезарядка была медленной. Динанип. Это ранний прототип парфюмного гриба. Посадочные внутриигровые календулы. Несмотря на то, что календулы не были неиспользованными, изначально предполагалось, что их можно будет сажать в игре, но позже от этой идеи отказались, поскольку с их помощью можно было легко фармить монеты, поэтому они стали доступны только в саду Дзен. Ну что ж, вот и все вырезанные и удаленные растения из ПВЗ-2. Если я вдруг что-то упустил, напишите об этом в комментариях. Ну а я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.